Эфир телеканала ННТ продолжают новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пронесла жизни троих дагестанцев. Столкновение автобуса с КамАЗом произошло ночью. В пассажирском Неоплане находилось 45 человек. Он направлялся из Махачкалы в Москву. В результате ДТП автобус получил серьезные повреждения. Погибли мужчина и двое женщин. Еще пять человек пострадали. По поручению Владимира Васильева бригада Дагестанского центра медицины катастроф вылетела в Калмыкию на вертолете, чтобы на месте оценить состояние пострадавших и возможность их эвакуации для лечения в республике. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дольщики одного из долгостроев в Каспийске не могут получить обещанное жилье вот уже полтора десятилетия. Все они должны были получить квартиры по программе «Жилье молодым». Многие взяли кредиты, продали движимое и недвижимое имущество, только чтобы приобрести собственное жилье. Однако спустя годы им все так же приходится ютиться на съемных квартирах. Все нюансы жилищного вопроса узнала моя коллега Алина Багилова. Ей слово. Этот дом по программе «Молодая семья» можно назвать самым старым долгостроем в Каспийске. Шутка ли, дольщики ждут заселения уже более 12 лет. Семьи давно переросли статус молодых в ожидании своей квартиры. Дом, фундамент был заложен в 2003 году. Вот с тех пор этот дом строится, вы, пожалуйста, посмотрите, сколько ушло времени. Уже можно сказать, тем людям, которые были первыми пайщиками этого дома, уже пора даже поженить своих детей, если вот так взят. 108 молодых семей потеряли статус молодых, ожидая аж с 2005 года своих квартир. Подрядчик построил три этажа и напрочь забыл о доме. Как выяснилось позже, руководитель проекта, по словам дольщиков, путем махинации присвоил 190 миллионов рублей, которые являлись первоначальным взносом владельцев. В строительстве дома остается непонятно многое. Например, обнаружившаяся, по словам жильцов, поддельная документация с несоответствующими данными. По моему документу, субсидия в 210 тысяч рублей. В отчете написано, что у меня квадратура 77 квадратов, и субсидию я получила 722 тысячи рублей. Эти отчаявшиеся люди 12 лет назад взяли кредиты, продали квартиры, дачи, чтобы оплатить квартиры в новом доме. Они поверили в президентскую программу и прогадали по-крупному. Вместо этого приходится скитаться по семным квартирам и ждать чуда от причастных к их проблеме. Вложили наши дети, вложили деньги, когда копейки занимали, все, живут на квартирах. То, что в президентской программе, то, что положено было, не выполняется. У моего сына был один ребенок, мальчик, а сейчас трое детей. Мы надеялись, чтобы он в этом доме жил, а остались в дураках. Все эти годы обманутые дольщики жаловались во все инстанции, а подрядчик, в свою очередь, игнорировал все обращения. Мы были в УБП, мы были у нас в городской администрации, обращались в совет старичин, обращались в прокуратуру. Но везде нам сказали, куда бы вы ни писали, что бы ни делали, это письмо придет к нам, мы решаем. Строительные работы возобновились в 2015 году. Новое руководство обещало, что дом будет сдан в 2016 году. Но ни тогда, ни в последующие годы дом так и не был сдан. Руководство молодежных жилищных программ сменяло друг друга вместе с обещаниями. А проблема так и не решалась. Теперь и новый директор Мурат Качукаев уверенно говорит, что в скором времени строительство долгожданной панельной роскоши будет завершено. И уже немолодые участники семейной программы наконец получат свое жилье. И Минфин, кстати, сегодня не может нам дофинансировать эти денежные средства, которые были похищены, по той простой причине. Потому что у них нет такой возможности, они не могут обоснованно эти денежные средства нам выделить. Потому что ранее эти денежные средства были выделены, их похитили. Тот, кто его похитил, он еще как бы на свободе и вины на нем этой нету. Поэтому мы в любом случае ждем исполнительного листа. Как исполнительный лист будет вынесен в отношении Агаева и Ислама, тогда я думаю, что у республики не будет проблем изыскать нам денежные средства для завершения этого дома. Дом в любом случае будет завершен. Просто я не могу назвать точную дату начала работ и, соответственно, точную дату завершения работы. Я думаю, что в ближайшие недели вопрос, он с мертвой точки уже сдвинулся. Остается только верить, что в скором времени лед все-таки тронется. Этот новый срок не превратится в очередные 10 лет томительного ожидания. И доведенный до отчаяния уже немолодые участники программы наконец получат свое жилье. В Дагестане завершен капремонт 7-километрового отрезка федеральной автодороги «Кавказ». Ремонт производили на участке Новой Черкей-Учкент. Специалисты выполнили комплексное обустройство. Верхний слой дорожного полотна уложили из износостойкого асфальтобетона, переустановили инженерные коммуникации и 10 водопропускных труб. На подъеме протяженностью 3 километра дорожники предотвратили возможные заторы движения путем устройства дополнительной полосы. Для обеспечения безопасности жителей установлены светофоры, устроенные переходно-скоростные полосы, а также построены 4 остановочных комплекса. Работы выполнялись с соблюдением всех экологических норм. Вдоль дороги высажены более тысячи саженцев. В Азбербаши прошла крупная спортивная акция. Именитые спортсмены провели для местных ребят занятия по гимнастике, устроили мастер-класс и ответили на интересующие их вопросы. Организаторами мероприятия выступила администрация города вместе с представителями общественности. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Десятки молодых избербашцев повторяли физические упражнения вслед за именитыми дагестанскими спортсменами. Эстафеты утренней зарядки они приняли от города Дагестанские огни. На открытии спортивно-оздоровительной акции перед ребятами выступили представители местной власти, муфтеатра, регионы и общественности. Поддержать доброе начинание приехали почетные гости со всей республики. Для наших спортсменов это нужно и в первую очередь, для нас нужно и, конечно, для нашего подрастающего поколения. Для чего? Для того, чтобы их мотивировать на хороший образ жизни, на здоровый образ жизни. После тщательной разминки, разогревающей мышцы и суставы, многократные чемпионы мира по смешанным единоборствам провели для ребят мастер-класс. Показали свои любимые приемы и ответили на интересующие их вопросы. Затем состоялся конкурс на знании мира спортивных достижений и истории ислама. По итогам победителям вручили памятные призы. Всех участников мероприятия организаторы также угостили вкусным обедом. Далее состоялся велопробег по улицам города, символизирующий стремление к новым достижениям во благо страны и республики. В завершение праздника глава города Магимед Исаков передал эстафету утренней зарядки другим униципалитетам республики. Из-за ответа ночнее утра зарядки передаем моим коллегам Акучинскому району и Ивашинскому району. Хамза Нурмагомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Избирбаш. Хабиб Нурмагомедов вошел в десятку списка Forbes по доходам в Инстаграм. Дагестанский спортсмен занял шестую строчку в российской версии журнала. За год его доход от рекламы в социальной сети составил 600 тысяч долларов. Если переводить на рубли, то выходит более 45 миллионов рублей. В редакции журнала напомнили, что впервые представили рейтинг в прошлом году. В новой версии появилось сразу шесть новых людей. В Дагестанском гуманитарном институте прошел круглый стол по вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих. В ней приняли участие представители органов государственной власти, антитеррористической комиссии и сотрудники религиозных организаций. В ходе круглого стола обсудили вопросы обеспечения антитеррористической защищенности граждан, профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде, противодействия современным методам манипуляции сознанием молодежи. Руководство вуза, профессорский преподавательский состав активно работает и мы считаем, что в образовательную деятельность вуза, любого вуза на сегодняшний день должны быть включены именно эти направления, потому что образование вместе с духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения только может дать такой действийный результат, такое неприятие этой идеологии нашему подрастающему поколению. Стоит отметить, что накануне в ДГИ также состоялся круглый стол с участием лиц, получивших религиозное образование за рубежом и намеревающихся заниматься религиозной деятельностью на территории республики. Присутствующим разъяснили нормы законодательства России, также говорили о традиционных духовно-нравственных ценностях и современной религиозной ситуации в регионе. Мероприятия прошли по инициативе Министерства по национальной политике и делам религии республики. Первый в Дагестане мемориал погибшим врачам открыли в Хасавюрте. Посвящен он медикам, отдавшим свои жизни при исполнении своего профессионального долга в период распространения коронавирусной инфекции. Памятник установлен по инициативе руководителя республики Владимира Васильева и полномочного представителя главы Дагестана в Северном территориальном округе Сайгит-Пашил Маханова. Это действительно дань памяти нашим медикам. Выразить благодарность всем работникам, которые ценой своей жизни исполняли свой долг врачебный. Выразить слова соболезнования нашим близким родственникам, которые здесь присутствуют. С благодарностью и признательностью за внимание к своему непростому труду восприняли открытие мемориала родственники врачей, погибших в период разгара пандемии. Спасибо всем, кто причастен к задуманному этому проекту. Большое всем спасибо. Всем врачам, всех, кто умер от этой заразы, всем родственникам соболезнования. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова